Уважаемые товарищи, приступаем к рассмотрению третьего вопроса. Звучит он так. Об использовании отраслевых соглашений в интересах работников. Товарищ Феден, пожалуйста. Использование отраслевых соглашений заключается между представителями работников, представителями работодателей где-то в одной отрасли какой-то. Бывают территориальные, бывают двухсторонние и трехсторонние, когда в этих соглашениях должны участвовать какие-то еще государственные учреждения, допустим, производить выплаты или, может быть, предоставлять какие-то бассейны, еще что-то там такое. Отраслевые соглашения, они расширяют вообще возможности родового кодекса. Как товарищ Бобинов сегодня уже выразился, что там посмотрел отраслевое соглашение, и там оказалось много интересного. Вообще отраслевое соглашение это было впервые, когда ты по приказу президента РСФСР 15-го числа 11-го месяца 91-го года был указ, и по этому указу, помимо того, еще запрещены были забастовки. Ну, это для перехода от плановой экономики к рынку, чтобы так планово. Ну, потому там есть какие-то смягчения, улучшения и так далее. И вообще в отраслевых соглашениях, ну, есть хорошие вещи, и которые даже иной раз работодатели не хочут соблюдать, потому что они выгодный работник. Вот, даже иногда некоторым приходится, где есть профсоюз, и такой, который может слово сказать, заставляет выполнять эти соглашения. По отраслевым соглашениям заключается между представителями работодателя и представителями работников. Представители работников – это представители, кто может всех работников представить? Ну, это как, наверное, член профсоюза какой-то. Вот, потому, чтобы там соглашения эти были все лучше и лучше, как бы, ну, должны быть профсоюзы, и люди должны быть вообще в профсоюзах. Как правило, это, если проследить, вот здесь выписаны все профсоюзы, они там вот около 43, и даже еще есть профсоюзы, которые у нас, ой, отраслевые соглашения, они распространяются на все практически монополии. То есть, и, как правило, государственные – это все монополии, тот вплоть до судебных там каких-то органов, и педагогических и так далее, и любых. Вот. В отрасли спорта и так далее. Там заключаются эти соглашения. Ну, это государственные учреждения, вот мы поэтому делаем вывод, да, в частных организациях, как правило, такого нет. Это вот в частных организациях сложнее немного, и это вот хуже. Ну, чтобы эти отраслевые соглашения выполнялись, так как все-таки в них есть, они должны содержать, согласно Традовому кодексу, как бы, и сроки действия этого соглашения, и порядок исполнения этих, вот. Если люди немножко не интересуются все-таки этими отраслевыми соглашениями, а вот ходят просто на работу и домой, и все, вот, ничего не хотят больше, то очень легко ничего не выполнять. Даже те плюшки, которые там есть, люди могут не получать. Хотя вот товарищи даже здесь есть присутствующие, которые, у них есть профсоюз, и они заставляли своего работодателя выполнять какие-то нормы этого соглашения. Вот. И отраслевые соглашения, так же, как и любой коллективный договор или еще что-то, ну, в принципе, нужно контролировать, и нужна организация, и, опять же-таки, должны люди участвовать в этом во все. Вот. Отраслевые соглашения. По сравнению с Трудовым кодексом они расширяют, и там есть другие нормы. Если Трудовой кодекс говорит только о том, что сколько, где часов должно быть, он это уже расписывает немножко по-другому и шире. Ну, в коллективный договор, отраслевые соглашения, вот, ну, товарищ Бобинов сказал, он понравился, и вписал его в колодоговор. Ну, в принципе, наверное, может быть и нет смысла его вписывать в колодоговор, потому что, как бы, это уже соглашение, обязанность, которую должен выполнять работодатель. И можно, если есть профсоюз, если есть кому контролировать исполнение и соблюдать регламент, который там прописан, вот, то также можно заставлять и исполнять это отраслевое соглашение. А коллективный договор – это локальный нормативный акт, который даёт вот какие-то ещё бонусы вот на отдельно взятых предприятиях. А отраслевые – это вот между предприятиями в одной какой-то отрасли, там, атомной или ещё какой-нибудь. Бывают межрегиональные отраслевые соглашения, когда межрегионами там тоже договоры заключаются. Ну, в принципе, по этому вопросу я нарыть особо много не смог, вот только то, что сказал, и то, что там есть хорошее, и то, что это надо отстаивать, и то, что, может быть, большого смысла нет, это тянуть коллективный договор в локальный нормативный акт, вот. Ну, как бы всё вот на эту тему. Может быть, конечно, более опытный, давайте ещё что-то добавить. Вопрос добавить? Я не соглашусь с товарищем Федяным по поводу того, что из отраслевого соглашения не надо ничего передать в один договор. Дело в том, что, чтобы вообще понять… Ну, не в смысле, можно сослабиться. Вот смотрите, чтобы вообще понять, как это соглашение работать, надо его прочитать применительно аксиом предприятию. И читать его, грубо говоря, вот у меня влево руке отрицовое соглашение, в правом руке у меня нет критивный договор. И вот мы смотрим, что на сих пор договоре, и что прописано в отраслевое соглашение. Вдруг оказывается, что по сравнению, если критивный договор, это цитатник Трудового кодекса, в лучшем случае, то отраслевое соглашение – это уже такой маленький колондайк в классах плюшек, который может туда переписать. Почему переписать? Потому что отраслевое соглашение, оно, да, оно как пообязывает работодателя следовать ему, но напрямую оно его не это… Нет прямого указания, что конкретно этот работодатель, где-то тут-то не так. Там прописано, что работодатель, наставание соглашения устанавливает на своем предприятии вот такие-то условия, которые закрепляются локальным нормативным актом, приказом, коллективным договором. В частности, я пример приводил, при сменном графике работодатели отделать какую-то компенсацию, которая устанавливается, то есть сама компенсация сама по себе там не прописана. То есть, что за компенсация и в каком размере она устанавливается, и на каких условиях устанавливается именно в коллективном договоре. Поэтому мы от него можем оттолкнуться, но знаете, скорее из того плана, как в плане рекомендации, что именно туда вписывать. Но без заключения критивного договора, вписания в критивный договор, от этого соглашения мало функций имеет. Ну, если у вас профсоюз боевой, то как он мало имеет, вы указываете, можно сослаться на этот. Потом, я не абсолютный противник такого, что ничего нельзя взять. Если там что-то хорошее есть, возьмите по-своему, возьмите, чуть-чуть даже добавьте, или что-то, понимаете. Коллективный договор, он не запрещает вам вообще улучшить даже и соглашение отраслевое. Потому как-то, я не знаю, нам не рекомендуют научно-консультанты перетаскивать и по опыту товарищей, которые уже с десяток забастовок провели, перетаскивать в коллективный договор, там, трудовой кодекс, допустим, да, он может измениться, еще что-то. Ну и потому нужно сделать лучше, лучше сделать всего свой коллективный договор, чтобы он был хороший, отслеживать его. И, конечно, хорошо, всегда хорошо знать и отраслевое соглашение, трудовой кодекс, вот вообще это все хорошо надо знать, понимаете. Но перетаскивать, если вы хотите, никто же вам не запрещает, я как бы не говорю, что это вообще против и плохо. Я пытался донести мысль, что оно не является непосредственно действующим, поэтому, чтобы оно заработалось, как непосредственно, в смысле? Я бы и с ним. Необходимо, чтобы оно нашло отражение именно в локальных документах. Когда в локальных документах отражено, Работодатель обязан выполнять, как это? Ну, он будет не сидит в кабинете и выполняет. А если вы не заставите выполнять хотя бы что-нибудь, вот хотя бы свой коллективный договор или хотя бы один закон из отраслевого соглашения? Давайте приду пример. Что значит непосредственно действующийся и не непосредственно? Вот Работодатель обязан выплачивает зарплату, но как он это делает, в основном, на локальном рактивном ракторе? Если вы его не будете контролировать, и они обязательно, что он его будет выполнять, здесь вот о чем речь. Опять же таки, если люди не просят зарплату, то он и не будет ее выплачивать. Я говорю, вот здесь говорят люди, что вот нас заставляют выйти, а вот нас заставляют ничего. Ну, понимаете, что значит заставляют? Вас не бьют, пистолет в голове не прикладывают, так далее. Вам говорят выйти желательно или хорошо. То есть Работодатель проявляет свою инициативу, а получается рабочие просто поддерживают. И они сегодня одну инициативу поддержали, завтра другую и так далее. Ну, вот надо меньше поддерживать инициативу, вас заставлять вот заниматься организацией профсоюза, который мог бы заставить выполнить нормативную правую акту вот эти все. Как соглашение отраслевое, как коллективный договор и так далее. Здесь вопрос, мне кажется, упирается в возможности коллектива и профсоюза, который он создал. да, да, пожалуйста. Вопрос какой? То есть отраслевое соглашение, это получается инициатива группы Работодателей, правильно? Да, это пошло вот... Вот вопрос-то какой? Если... Ну, в нем участвует в принятии отраслевого соглашения, должен по закону принимать участие представитель работников. И там еще такой момент описано, что как бы... Чтобы работники представляют собой социального партнера, понимаете? Ну, это вот было, понимаете, в период перестройки вот это все. И людям пытались объяснить, что вы социальный партнер, и вот вы там договариваетесь. Ну, это такая штука вот. Тогда нормы коллективного договора еще не было. Да. Вот вопрос-то в чем получается? Если, например, в отраслевом соглашении есть какие-то, как вы говорите, плюшки, да? И не вносить их в коллективный договор в виде вот конкретных плюшек, а просто отсылаться на отраслевое соглашение. Вот именно. Вот, то есть, если будет просто отсылка в коллективном договоре Можно отсылаться. Наоборот. Вот. Это то же самое. Это то же самое. Ну, это какой-то вот, знаете, как вот нам не рекомендуют тоже наши консультанты, что покупать трудовой кодекс с комментариями. Не нужны вот эти комментарии. А это все есть. Он обязан его исполнять. И если вы можете заставить его хоть что-то, да, сократить рабочий день или там повысить зарплату, вы сможете его и заставить исполнить отраслевое соглашение. Он его вообще обязан исполнять по закону просто. То есть, и вот даже опыт есть и у товарища, трослевое соглашение нашли, там что-то они спорили. Говорят, так, да это же вот, пожалуйста. И все, и он побежал исполнять. А какая процедура? Ну, есть профсоюз, и он боевой, и не просто так. Конечно, там не разрознен такой коллектив, который вдруг где-то какой-то человек пришел и взял, кукарекнул про какое-то отраслевое соглашение. Вот вопрос, то есть, отраслевое соглашение, это же не какая-то догма, да, когда-то, вот эта группа, там есть срок действий, он практически продляется. Ну, а также, как вот, коллективный договор вносит поправку, то есть, в течение действия, срока действия отраслевого соглашения, даже поступают какие-то поправки. Если у вас есть полномочия на это, то занимайтесь. Это надо заниматься, это надо заниматься этим тоже. Если вы работаете по институту, работодатели, то есть работодатели. Нет, нет, нет. Это не со стороны работодателей, это союзов. Это двухсторонний, это социальное партнерство. я объясню. Пожалуйста. Значит, здесь вот все говорят в общем правильно, но, на мой взгляд, не до конца понимают, для чего, значит, как создается отрасль надо сначала, занимать. То есть, есть предприятия, которые занимаются одним и тем же. Есть государственные отрасли, которые объединяют в себе ряд предприятий, но выполняют они все, к примеру, одну задачу. У нас эти отрасли, сейчас вот, допустим, на примере госкорпорации. Госкорпорация Росатом. Это большая государственная структура, у которой есть даже несколько отраслей. То есть, в самой госкорпорации, потом госкорпорация Газпром, госкорпорация Роснефть, вот, значит, они объединяют в себе отраслевые предприятия. У этих отраслевых предприятий, как правило, есть отраслевые объединения профсоюзов. Пусть они не совсем рабочие, но эти профсоюзы на уровне отрасли представляют интересы своих работников. Ну, как бы это не выглядело, да, мы все прекрасно понимаем. И у этих отраслевых профсоюзов есть законное право заключить, будь то, как уже было сказано, трехсторонние договора, или непосредственно с руководством этого холдинга, или как-то корпорации, да, они заключают с представителем работы дателя, представителя отраслевых профсоюзов, заключают вот это большое тарифное отраслевое соглашение, которое, вот как правильно человек уже заметил, оно может улучшать положение согласно трудового кодекса, но в нем конкретно может каких-то моментов не прописано, конкретику рекомендует уже прописать в коллективных договорах, но есть те моменты, которые, вот, к примеру, они не то, что рекомендуют, а обязательно для выполнения уже, то есть, если предприятие входит в эту отрасль, и уже конкретный, к примеру, пункт звучит, что работодатель обязан обеспечить тем-то, 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 это обязательно к его выполнению, и мы столкнулись с такой ситуацией, когда первый раз услышали, что есть такое тарифное отраслевое соглашение, мы взяли, рассмотрели его пункты, и увидели обязанность работодателя в этом, это о чем говорит, это говорит о том, что если ваше предприятие входит в эту отрасль, руководитель этого предприятия обязан выполнять те нормы отраслевого соглашения, которые прописаны, то есть это его высшее начальство прописало, и тут он уже будет никуда не денется, он должен выполнять. Другой момент, надо обратить внимание на то, что если вы не будете вести за этим контроль, как вот уже товарищи говорили ранее, то извините, трудовой кодекс может не выполняться, отраслевое тарифное соглашение может не выполняться, может не выполняться, коллективный договор, и все что угодно, если за этим не вести определенный контроль и не вести работу над выполнением, то есть не требовать этого выполнения. А кто вам сказал, что вы заключите коллективный договор, вот они подписали, и вы думаете, что все нормы, которые вы туда внедрили, они будут исполняться? Я вас умоляю, ему выгоднее работодателю даже где-то закрыть глаза, то есть не будет контроля и выполнения, не будет. Он, значит, тихо не выполнил, вы тихо думаете, ну, подписали и все, и вроде тишь гладь божь гугает, да нет, он может как бы и средства экономить для того, чтобы не выполнять эти пункты, да, и вроде все так это, но а для чего тогда вот эти отчетные конференции для выполнения коллективного договора, а это вот и говорит о том, он отчитался, а вы его поймали на каком-то вопросе, вот извините, товарищ руководитель, вот такие-то моменты вы не выполнили, как будем поступать? И здесь такая же ситуация, просто уровень немножко вот этого отраслевого соглашения он немножко выше, соответственно, нормы там не все может быть досконально прописаны, но структура его в принципе такая же, как и коллективный договор. Если вот сравнить согласно Трудового кодекса, что он отражает? Основные моменты, значит, это момент заработной платы, момент рабочего времени, отпуска, льготы, компенсации, то есть все вот эти социальные, значит, моменты, которые отражены, они в этом отраслевом соглашении тоже есть. То есть, почему, значит, товарищ Бобинов сказал, я увидел там и дублировать можно, можно дублировать, нельзя ссылаться, это вот одна ошибка, да, дублировать можно, опять же, когда в первую очередь этот момент интересен вам, с другой стороны, когда этот момент есть в отраслевом соглашении и он обязательный, когда они идут, к примеру, попадают на исполнение вашего коллективного договора и срок истечения отраслевого тарифного соглашения как бы совпадает, но смысл тогда нагружать, просто если и так это должно, в принципе, соблюдаться. То есть, в этом понимании должно быть, то есть, какой интерес, если это интересно, конечно, можно это продублировать и самое главное здесь вести контроль, действительно, вести контроль за соблюдением, будь то, любой нормативное или, там, допустим, тарифное соглашение, будете вести контроль, то есть, будете за этим следить, у вас это будет, нет, нет, здесь все зависит уже непосредственно от работников, какую работу они будут, соответственно, если вы крупный, большой отраслевой профсоюз, соответственно, у вас появится право заключать такие же тарифные соглашения с союзом работодателей или самым главным, к примеру, там, директором госкорпорации или с руководителем госкорпорации, вот такие вещи. Хотел запомнить, Волков Константин, как раз по этому поводу, вот у нас в городе Челябинске был случай, завод электрометаллургический, у них в полдоговоре не было прописано некое повышение зарплаты, а отраслевое соглашение было, да, заключили, и завод избегал этого повышения два года, пока профсоюз завода не обратился в прокуратуру или в суд, по-моему, я вот точно не помню, что вы не выполняете отраслевое, и зарплата была повышена. То есть, в полдоговоре этого не прописано, а отраслевое соглашение было прописано. Да, вот можно. Они прятали просто его отработать? Мало. Нет, я не спорю. Я вам говорю о практическом приюльнении вот этого. Нет, около договора там нет ограничений, но берите, пишите, если хотите. Не обязательно прям весь копировать там, понимаете, как бы. Я не об этом говорю. Нет, если что-то нравится, всегда уберите и все. В коллективный договор он вообще не ограничивает никак ваши там эти желания. поход. Хватит. А вот по отраслевому соглашению работодатель в определенное время, да, ну, как бы срок, точнее, после его заключения имеет право мотивированного отказа, как бы. Как понять вообще предприятие оно подписало или все-таки может быть отказалось, как бы. потому что без коллективной борьбы все равно это отраслевое соглашение, ну, не добьешься исполнения, да, а получается если они отказались, ну, то они как бы вроде как обязаны его исполнять. Отказались исполнять это полностью? Нет, они отказываются входить в союз работодателей, ну, то есть мотивированный отказ они там по каким-то причинам не могут исполнять. это отраслевое соглашение, то есть они это, мотивированный отказ они пишут. Нет, договоры должны исполняться, такого я не понимаю, такого не бывает вообще. Он там в любом соглашении или договоре пишется обязан, понимаете, а по какой причине или еще что, это уже не важно. И что там можно по отраслевому соглашению, там же нет в отраслевых соглашениях или в коллективных, чтобы людям заплатили миллион зарплату там в месяц, да? Нет, ну а вот если обанкротится предприятие и развалится и уедет за границу, ну это другой вопрос, понимаете, это совсем. Здесь просто Павел, я понял, что он хочет сказать, то есть нет возможности предприятию исполнить то, что написано отраслевым соглашением. У них есть трава мотивированного отказа в определенной, по-моему, при жизни. Закон, во-первых, это не предусматривает, во-вторых, если на непосредственное предприятие это отраслевое соглашение распространяется. Здесь можно, знаете как, он может быть как бы косвенно касаться его, но здесь вот надо выяснить один, уточнить один момент. Если это предприятие, то есть на него распространяется тариф на отраслевое соглашение, то работодатель обязан его выполнять, как ни крути. И он в курсе того даже, что, ну просто вот получается такая ситуация, и у нас было так, пока к нам в руки не попало этот тариф на отраслевое соглашение. Мы в принципе и не обратили бы на это внимание. Но кто-то подсказал, я просто не помню уже этому моменту. Мы посмотрим, что да, действительно, это прописано. Давайте, ребята, выполняйте. И этот пункт был выполнен. я так понял, вопрос стал о том, что в плане реализации тросевого соглашения есть такой момент, что вот если работодатель не участвовал и потом написал, что я не присоединяюсь, что типа в этом его собирать. Нет, это не так. Дело в том, что то, что он там не хочет присоединяться, это является основанием для формирования комиссии, которые собрались, обсудили. Это же монополия. У меня там такие-то проблемы и невозможность реализовать. Хорошо, сколько тебе до времени, до 30 дней, по-моему, сдается, что в течение месяца ты должен устранить все эти свои недочеты и все, и через месяц он начинает действовать. То есть, есть просто отсрочка, когда он начинает действовать на этого работодателя. Если просто проигнорили, то вступает в действие с момента его заключения. Потом, судя по списку, который мы можем посмотреть, изучить, там все эти отраслевые соглашения, они вот первые трехсторонние соглашения по организации сферы физической культуры и спорта. Понимаете, это все и так далее. Отраслевые соглашения оценочной деятельности и в других видах экономической деятельности связанных с определением стоимости, ну, вообще, физкультура и так далее, полиция, суды, то есть, Газпром и так далее. Здесь это сплошная монополия. На мой взгляд, это вообще монополия, это структура такая огромная, у нее есть голова и ей хочется как-то все рассчитывать более и понимать, что у нее там происходит, потому что эти соглашения заключаются, чтобы было все тихо, спокойно и, скорее всего, все должны, конечно, у нас же капиталист такой, тем более, российская специфика, каждый может что-то по-своему мутить и просто скрывать. И это нормально, и, в принципе, там голова даже не будет за это ругать, свои руки, которые где-то недоплачивают людям, но если все-таки там начнется какое-то действие, ну, вынуждены они будут выполнять свое соглашение, они для того, скорее всего, и принимаются, эти отраслевые, чтобы как-то целая огромная такая монополия, структура, вот, отрасль действовала тихо, спокойно и в рамках планов, которые они строят. Они же тоже, все-таки, планы у них какие-то есть, на прибыль, правильно, по крайней мере, а если где-то вдруг затык будет, там, какие-нибудь забастовки, не дай бог, ничего, что, я думаю, скорее всего, это вот из-за этого когда-то началось, и, в принципе, указом Ельцина, вот тогда забастовка была запрещена, вот, введением этих отраслевых соглашений, и, типа, вот вам мы делаем хорошо, но забастовок не надо. Так что, чтобы заставить, и, конечно, буржуазия потихонечку наглеет, хамеет, и я согласен, но она хамеет, почему? Потому что, все-таки, ее очень много работек, там, ну, может, несознательных, или как, сознательных, но с определенными проблемами, я не знаю, это все индивидуально, поддерживать все их, их инициативы, которые они, там, выдвигают, постоянно выдвигают какие-то, побольше поработать, поменьше получить, а давайте мы, там, вот, сэкономим на станках, а давайте сэкономим, там, на вытяжках, и условиях труда, там, или еще, понимаете, вот, ну, потому надо, вот, нам, ну, не к сожалению, а надо к счастью, все это знать, как-то, знакомиться, и товарищей своих на работе всех знакомить, и объяснять, как надо работать, что надо, чтобы больше получать, надо меньше работать, знать отраслевые соглашения, и писать кол договор, вот, это у вас такой путь у нас, спасибо, ну, да, а где взять, допустим, отраслевые соглашения, к нашему, которое относится к нашему предприятию, если они вот прячут, как вы говорите, ну, а вот, многие, да, школы договор не могут найти, но все-таки, знаешь, потихонечку, со временем находят, ну, надо, да, через профсоюз, профкома, если это государственные предприятия, тем более государственные, да, и публичные, она, в принципе, должна, забиваешь в поисковике, любое отраслевое соглашение, в принципе, должно там быть. Вы хотите сказать, по машиностроительной отрасли, да? Ну, если это отрасль машиностроительная, то да, то есть, вот, товарищ нашел, здесь, здесь, но некоторые не продлины. Нет, надо смотреть то, что именно актуально, не продлины, это уже, они как бы не действуют, да, это не в открытом доступе, и, в принципе, нужно найти. Должны быть, да, в принципе, вообще вот эта ситуация, но вопросов много, и не продлины, и не понятно, то есть, когда нам вот не дают коллективный договор, то не дают его из-за того, что, если у вас есть интерес, значит, им заниматься, вы поймете, что он в первую очередь пустой, если его работодатель так прячет, да, то есть, он интересам вашим ни в коей мере не отвечает, это раз, да, во-вторых, раз, во-вторых, это говорит о том, что работодатель не хочет, чтобы вы участвовали в изменении в каких-либо, да, этого коллективного договора, он держит его для проформы, чтобы где-то отчитаться на каком-то уровне, что, дескать, у нас социальные контакты между работниками есть, то есть, дескать, выполняем нормы законодательства, вот, значит, у нас есть коллективный договор, вот, у нас есть то-то, то-то, ну, надо требовать, что, значит, не дают, и, ну, написали, если есть организация, требуем предоставить, все, значит, а когда уже, извините, работает коллектив над ним, у вас свой проект, у вас свое видение на это, все, и вы уже будете вооружены всем, чем вам нужно, любые положения, то есть, запросили все, но был же случай, да, у нас товарищ, он, грубо, запросил инструкцию какую-то, да, на него уже сразу это, то есть, а в чем боязнь? А боязнь работодателя в том, что, прочитав ту инструкцию, зная будет свои конкретные, четкие обязанности, его вряд ли заставишь заниматься чем-то левым, как говорится, да, он будет согласован, делать работу по инструкции, а когда он не знает своей инструкции, она где-то там пылиться, в архиве или в папке у руководства, он его позовет, пойдем, ну, человек отзывчивый, пойдем, а он может эту работу действительно не имеет права просто выполнять, он некомпетентен, вот такая ситуация у нас происходит. Причем все, не надо думать, что действительно какие-то там, я понимаю, что вот есть из ряда руководителей, те люди, которые, может, действительно думают и болеют за коллектив, там, но их на сегодняшний момент, значит, в современном нашем мире не так много это надо понимать, да, которые действительно понимают, что человек это не сырье, а это непосредственно самые первые движущие силы, рабочий человек, да, потому что в производственных отношениях это звено, самое главное, как бы, да, и за этим звеном уже идет цепочка всего остального. Есть, конечно, такие люди, мы не будем же говорить, что вот если человек руководит чем-то, значит, он беспечный, нахал и хам, ну, создается такое впечатление, как бы, по общему образу и подобию, да, что, действительно, это из-за чего? Ну, из-за того, что, в первую очередь, не проявляет заботу о своих подчиненных, во-вторых, что попирается закон, который, в принципе, должен был их быть соблюдаться, да, ну, а уже, извините, дорогие товарищи, если мы не знаем сами своих прав, не знаем, как эти права реализовывать, вот я увидел у товарища, классная книжка, вообще, брошюрка, маленькая, подобранная очень, товарища Рысева, как реализовать свои права на производстве, по крайней мере, первое, что должен сделать человек, ну, не быть равнодушным к себе и к своим товарищам, не быть равнодушным, и все это будет появляться, то есть, будут заинтересованные люди, и работа пойдет, просто не надо, как бы, отсиживаться где-то там в подсобках, потому что, как показывает практика, ну, там, в курилке поговорить можно и обо всем, да, как начинается там, допустим, дело доходить до действительно каких-то коллективных действий, или просто действий, или просто объединений там вокруг чего-то, тут уже начинают появляться люди, которые бы хотели бы в стороне от этого, значит, постоять, посмотреть со стороны, как у вас будет это все получаться, но здесь надо понимать, то есть, в первую очередь, знать трудовое законодательство, обязательно знать должностные свои инструкции, то есть, как вести активные коллективные действия, как привлекать к этим действиям, своих товарищей, при этом не подставляться, но понятно, что я вот еще раз повторюсь, где-то уже у меня это звучало, что самое первое, на что бьет работодатель, это на дисциплину, на правила внутреннего трудового распорядка, этот документ является приложением к коллективному договору во всех предприятиях, где конкретно все эти нормы прописаны, это особенно пропускной режим, такого рода, сами понимаете, вовремя пришел, вовремя ушел, значит, выполнил, причем здесь вот как бы абсурдно не было, уж маленько тему-то поменяли, что толкают вас на нарушение правил охраны труда и техники безопасности, согласившись с этими нарушениями, и идя на поводу на выполнение, вы же все равно останетесь виноваты, потому что у вас есть право отказаться, а вы этим правом не пользуетесь. Вот наша основная беда, поэтому и травматизм увеличивается, и бывает, что и погибают люди, особенно вот кто в энергетике работает, если за последние годы эти сводки посмотреть, посмотрите, кто погибает. Мастера уже дошли до того, то есть в беспечности настолько уверены, что... А люди не лентяи, просто они действительно уже боятся за свою жизнь и здоровье. Так что нам чего торопиться-то? Успеем оттуда. Нам здесь еще делать много и много. Спасибо. Еще хотел сказать, что... Или я уже сказал, забыл, что то, что отраслевые соглашения, мы как видим по списку всех отраслевых соглашений, которые есть в интернете, это, как правило, государственные организации, монополии, а в частных организациях этого нет, как правило. Не знаю. Может быть, даже из-за этого как-то старается вот на примере своего города у нас, хотя, несмотря на то, что космическая отрасль, очень много у нее смежных предприятий, просто частных, и заказывают какие-то узлы и детали в частной организации. Мы тоже с ним спараллелены, хотя у нас нормальный узел делается, телеметрия, но все-таки многие ракеты втыкаются в болото, несмотря на то, что их окрестили. Возможность из-за этого, чтобы меньше людей перед кем выполнять, какие-то хорошие обязательства. Еще есть кому сказать, уважаемый товарищ? Ну да, вопрос как бы такой более исчерпывающий здесь. Просто как бы резюмируя то, что надо пользоваться, действительно, вот как товарищ честно сказал, если есть на все то хорошее, что вы можете применить, это обязательно надо брать и использовать. Уважаемые товарищи, проект постановления у вас есть? Да. Да, давайте зачитаем тогда проект постановления по данному вопросу. Постановление Российского комитета рабочих использования отраслевых соглашений в интересах работников. Российский комитет рабочих отмечает, что у работников с 1991 года есть возможность заключаться с работодателем соглашения правовые акты и содержание нормы трудового права, заключаемой за границами одного предприятия. Однако, из-за того, что большинство профсоюзов находятся под контролем работодателя, действующие отраслевые соглашения не содержат в себе коренных улучшений по сравнению с трудом конско-РФ. Соглашение заключается в основном на предприятиях отраслей, находящихся под контролем государства, но у работников есть возможность заключать соглашения, действующие на разных предприятиях на всей территории РФ или ее части субъектов региона. Российский комитет рекомендует после организации рабочих профсоюзов или как коллективные требования к имеющимся профсоюзам вносить в проекты соглашения нормы по сокращению рабочего дня до 6 часов с повышением заработной платы, как минимум до стоимости рабочей силы, а также других норм записанных в программе коллективных действий Федерации профсоюзов России и добиваться их заключения, объединяясь с рабочими профсоюзами других предприятий, отраслей или по территориальному признаку. Нижний Новгород, 7 ноября 2021 года. Отлично. Уважаемые товарищи, предлагается данный проект восстановления принять за основу. прошу голосовать, кто за, кто против, бездержавшись, против, ваши против, не Катя. Ваши против, против нашло. Уважаемые товарищи, предлагается, значит, в то время до открытия завтрашнего, до возобновления работы завтрашнего заседания обсудить данные проекты и постановления, которые сегодня были приняты за основу, для того, чтобы с учетом права их принять в целом. По датам очередной новый комитет рабочих предлагается провести 19-20 марта 2022 года. Уважаемые товарищи, у кого есть какие еще предложения по этому поводу. Уважаемые товарищи, предлагаю голосовать тогда. Если других предложений нет, кто за то, что следующий семинар рабочего движения Российский комитет рабочий проходил 19-20 марта. Прошу голосовать, кто за, кто против, кто бездержался. Спасибо. Спасибо. ПЕСНЯ ПЕСНЯ